Будовничная Галина выконала усё запланованное на 2020 год и навод больше, по некоторых на керунках доведенные показчики отрымалася перво-выконать. Серьёзные задачи, поставленные и на этот год. Это тычится узведение коммерциального, арендного и жилья с держпотрымкой. Об задачах и шляхах их выращения Марина Северьянова погутарила со старшинёй Комитета по архитектуре и будовництве Гомельского облаканкама Дмитрием Гайкевичем. Строительная отрасль региона справилась с выполненными задачами на минувший год. Впереди всех буквально отраслей оказалось. Но я думаю, что вам есть чем поделиться и рассказать, как удалось справиться в этот непростой год. Гомельская область в прошлом году, уже можно сейчас назвать это прошлый год, при поставленной задачи общего ввода 485 тысяч квадратных метров, мы пришли к показателю 493 тысячи квадратных метров общего жилья, введённых в эксплуатацию по Гомельской области. Из них с господдержкой 196 тысяч квадратных метров было введено. Это поддержка кредитных ресурсов, льготных, которые были выданы нашим гражданам, и они построили жильё. Также один из показателей, который у нас ежегодно доводится, это обеспечение многодетных семей жильём. При задании 1747 семей мы в 2020 году обеспечили 2100 семей таким жильём. Яши – один накерунок будовництва жилья для шмодетных семьёв, узведение для их однокватерных домов. Этим займаются не только приватные забудовщики, а и дяж организаций. Объём индивидуальной забудовы сёлята будет повеличиваться. Это у тем лику робится и для того, как люди могли заставаться жить у своих родных мястинах. У нас сегодня есть уникальная возможность с нашим стройкомплексом построить такое жильё. И мы его строим и будем продолжать строить. Это интересные проекты, которые мы разрабатываем под людей. Под каждого можем даже подготовить индивидуально. Под ту кредитную линию, которая имеется, мы строим это жильё. Оно очень интересное и привлекательное. Побудовали летость и 650 арендных кватер. Это свыше 200% от годового задания. Отрималось у Звести больше 90 кватер социального использования. Так само амаль вдвоя больше, чем плановали. У першиню у регионе лето з'явились и электродамы. Всю лето побудуют ещё некольки. В Петрикове, в Турове, Житковицкий район, Сосново-Бор, Светлогорский район, Брагин, Гомельский район. То есть мы разработали такой проект. В прошлом году два варианта было реализовано. С котельной, которая имеется в подвальном помещении дома. Это в Гомельском районе был сдан дом. Ну и вот сейчас, накануне Нового года, был сдан дом в городе Гомель. Там уже в каждой квартире свой источник. Поэтому такое развитие, такое направление будет приветствоваться. Ну, скажем так, город Гомель, он имеет ТЭЦ, тут имеют ТЭЦ источники. Ну, это только в исключительных местах. Поэтому мы больше направлены на территорию, там, где нет источника. Потому что уже деньги вложены, и там должны быть дома. Середний кост квадратного метра жилья лето складал 1082 рублей. Это был один из самых низких показчиков в республице. Подавнейшая Галина и на этот год мае вельми серьезные задачи. Треба побудовать полмиллиона тысяч квадратных метров жилья. Амаль третья частка для тех, кто мае потребу у поляпшенни жильевых умов. Город Гомель как бы и уплотняется, мы это видим, да. Ну, где-то сначала кому-то не нравится, что мы уплотняем, потом красивый получается объект, как бы заселяются наши граждане и пользуются этим жильем. Значит, мы завершаем 104-й микрорайон, да. Также 18-й микрорайон, осталось там буквально несколько площадок. В принципе, тоже уже идет под завершение. Конечно же, наши перспективы по городу Гомель – это микрорайон Бирозки, который мы уже занимаемся разработкой генплана, потому что там земли нужно включать в черту города. Ну, в принципе, этот новый микрорайон, он увязывается, конечно, и с восточным обходом, который мы отрабатываем вопрос, потому что связь с городом должна быть именно через восточный обход. Значит, этот микрорайон, в принципе, будет именно электромикрорайон полностью, то есть изначально, потому что, как бы, туда не будем предусматривать инженеральной коммуникации, которую нужно тащить из города. Так само селитопоршнец реализация третьего этапа проекта «Будовничество социального жилья за кошт технико-экономичной допомоги Китайской Народной Республики». Сродки будут накированы на заведение пяти домов для детей-сирот и детей, которые застались без опеки батьков.